рожа широко распространенное инфекционное заболевание относящиеся к инфекции наружных покровов наряду с лихорадкой и общей интоксикацией для нее характерно образование ограниченного воспалительного чигана кожи заболевание часто рецидивирует что приводит к развитию слоновости длительной нетрудоспособности и инвалидности больных возбудитель рожи бета-гемолитический трептококк группы а входные ворота для трептококка чаще всего небольшие повреждения кожи при микротравмах или из очагов инфекции в организме через кофе лимфу трептококки проникают в лимфатические капилляры дермы на фоне сенсибилизации организма развивается очаг серозного или серозно геморрагического воспаления при гиперэксудации отслаивается эпидермис и образуются пузыри из очага воспаления в кровь проникают токсины микробов поражающие центральную нервную систему возникает лихорадка заболевание начинается остро на еду с лихорадкой выражены другие симптомы интоксикации общая резкая слабость головная боль озноб иногда тошнота и рвота одновременно с развитием общих явлений или спустя несколько часов после этого у больных возникает местное проявление рожи для эритематозной формы типичная эритема с неровными четкими границами кожа в области эритемы напряжена горяча на ощупь незначительно болезненно по периферии при эритематозно-буллезной роже через несколько часов или дней после появления эритемы на ее фоне возникают пузыри характерно яркая эритема с четкими краями отек и инфильтрации кожи возможно появление многочисленных мелких пузырьков в визику наиболее тяжелая форма болезни булезно-геморрагическая для нее типично четко отграниченная эритема с геморрагическим компонентом отмечается обильное отложение фибрина в пузыри в местах отложения фибрина после его отторжения возможно образование эрозии и язв эта форма рожи осложняется обширными микрозами кожи лихорадка и симптомы интоксикации выражены на протяжении двух-пяти дней дольше сохраняется местный процесс при стихании острого воспаления наблюдают остаточное явление в виде пигментации кожи ее постозности, шелушения, корок, подсыхающих эрозий с отложениями фибрина часто рецидивы болезни протекают на фоне стойкого лимфостаза видны тропические нарушения кожи, отек, достойная гиперемия с каждым рецидивом нарастают явления лимфостаза и постепенно формируется слоновость она возникает обычно на нижних конечностях в результате развития фиброза кожи, подкожной клетчатки и фасции объем конечностей резко увеличивается на пораженной слоновостью конечностей периодически появляются рецидивы болезни развитию рецидивов рожи способствует фоновые заболевания хроническая очаговая инфекция, микоз стоп, хроническая минозная недостаточность нижних конечностей, отеки и лимфостазы разной этиологии дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями протекающими с лихорадкой и гиперемией кожи в данном случае выявление плотных болезненных при пальпации узлов с покраснением кожи над ними позволяет диагностировать узловатую эритему у этой больной покраснение кожи голени, инфильтрация и отек также требуют исключения диагноза рожи флюктуация в очаге воспаления и резкая болезненность при пальпации дают возможность диагностировать абсцесс при хронической экземе, медлихорадке, отмечаются характерные корочки, шелушение, зуд кожи больные подлежащие госпитализации поступают в бокс приемного отделения инфекционной больницы показания для госпитализации в первую очередь высокая лихорадка и яркие местные проявления процесса собирают подробный анамнез болезни и тщательно осматривают больного патиотропное лечение больных проводят антибиотиками чаще всего назначают полиэтэтрин в таблетках или инъекции пенициллина при рецидивирующей рожи применяются цепарин и его аналоги полусинтетические пенициллины, линкомицин для профилактики рецидивов вводят бициллин-5 к средствам патогенетической терапии относят лекарства снижающие проницаемость капилляров обладающие противовоспалительным, десенсибилизирующим и стимулирующим действием это рутин, аскорутин, продигиозан, флотозол и риоперин, картикостероиды при показаниях назначают иммуномодулятор левомизол декарис проводится физиотерапия в остром периоде назначают ультрафиолетовое облучение УВЧ В период выздоровления процедуры уменьшающие отек и лимпостаз повязки с нафталаном азокерит парафин Местное лечение рожи проводится только при бульозных формах локализации наконечностей В остром периоде накладывают повязки с раствором фурацелина или риванола обладающие антисептическим и противовоспалительным действием при образовании эрозии применяются повязки с экстерицидом, винилином и другие После выписки из отделения больных с частыми рецидивами с выраженными остаточными явлениями и стойким лимпостазом берут на диспансерное наблюдение Проводят регулярные осмотры больных Прогнозируется возможность появления рецидивов формирования слоновости Назначают соответствующую терапию профилактическое курсовое или круглогодичное введение бицелина-5 Только комплексное лечение больных рецидивирующей рожей с привлечением врачей разных специальностей дерматологов, флебологов, отоларингологов и других позволяет предупреждать развитие новых рецидивов и предотвращает образование слоновости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова